Забавное прозвище колонизаторов Сибири, первопроходцы. Как можно впервые пройти земли, издавна населенные людьми с развитой и самобытной культурой? Похоже, российская историография никогда не считала коренные народы Севера за людей, ибо, судя по термину первопроходцы, первыми людьми, посетившими крайний север, были подданные царя Московия. Хотя, вернее, их было бы назвать первопроходимцами. По-другому и не скажешь, ну а при сочинении истории государства российского этому названию придали более политкорректный вид. Любопытно, что и российская, и советская пропаганда, негативно относившаяся к американской политике в отношении индейцев, полностью умалчивала о варварской колонизации Сибири и Дальнего Востока. Покорение народов, заселявших эти территории, вопреки официальной российской пропаганде о мирном собирании земель, в кавычках, было кровавым и привело к самым катастрофическим последствиям для коренных народов Севера. Продвижение Московского царства в Сибирь было отнюдь не миссией цивилизаторов и уж тем более не экспедициями людей, томимых жаждой познания неведомых земель. Банальная алчность гнала первопроходцев в суровый северный край. Облагая рэкетом покоренные народы, рубили бабло авантюристы-колонизаторы себе и своему батюшке-царю. Именно жажда наживы предопределила стратегию колонизаторов из Московии – массовые казни и захват заложников, аманатов с целью рэкета – получения ясака. Тюркским словом «ясак» именовался натуральный налог, взымавшийся с порабощенных народов Сибири и Поволжья. Нет, не борзыми щенками, а мягкой рухлядью – мехом пушных животных – соболей, куниц, лисиц, бобров, белок и им подобных. В современном российском языке слово «рухлядь» имеет значение «хлам», «барахло», но в средние века это слово имело совсем иное значение – движимое имущество. Современному человеку может показаться, что ставки ясачного налогообложения были невысокими. Подумаешь, один мех соболя в год или его эквиваленты – три куньих шкурки или две росомашьи, или пятьдесят добротных, или сто худых беличьих. Но добыча соболя была делом крайне сложным. Даже самые опытные охотники-лучники могли добыть за сезон максимум пять соболей. Учитывая, что ясачной податью облагались все совершеннолетние мужчины рода, выходит, что фактически самый опытный и умелый охотник был принужден работать только на выплату царского налога. Охота на зверей с менее ценным мехом проблему не решала, ведь неизвестно, что легче – поймать сто белок или одного соболя. Если учесть придирчивость сборщиков ясака к качеству меха, то становится понятным, как сильно сказывался ясак на уровне жизни порабощенных Москвой народов севера. Ограбление природных богатств Сибири и народов ее населявших давало колоссальную прибыль в казну Московии. Такую же, как в наше время дает России все та же Сибирь, только уже не пушниной, а нефтью и газом. В Западной Европе шкурка соболя с серебристым отливом стоила около 5 серебряных рублей. Для сравнения, на исходе 17 века добротный дом в Москве стоил 10 рублей серебром. Приблизительно таким же было жалование солдата армии Петра первого – 11 рублей в год плюс питание и обмундирование. Пут муки – 16 килограмм – стоил копеек 15, а железный топор – около 30 копеек. При царе Алексея Михайловича в 1660 году доходы Московского царства составляли 1 миллион 311 тысяч рублей. Из них половина – 660 тысяч рублей – поступили из Сибири. Неудивительно, что богатая пушнина Якутия, сулившая огромные прибыли московскому трону, была для него вожделенным лакомым куском. К началу 17 века слуги государевы вышли на берега Енисея. Именно там в 1619 году в Енисейском остроге тунгусский князь Илтик поведал служивому московскому люду о Якутах. Дескать, далеко на востоке есть огромная река, а на ней ходят суды большие, и колоколы на них великие есть. Звон их они слышат часто и из пушек с тех больших судов стреляют. В начале 20-х годов 17 века состоялась первая экспедиция на реку Лена под руководством промышленника Пантелея Пенды. Он оставил первое письменное описание тех мест, которое стало дорожной картой для последующего завоевания. О жизни Якутов до появления московских колонизаторов мы можем судить лишь на основании сохранившихся устных преданий этого народа. Герой большинства сказаний, относящихся к интересующей нас эпохе, был Тыгин. Тайон, то есть глава, племени ханголазцев, живших на районе Туймаада, левого берега Лены, ныне здесь город Якутск. Тыгин владел огромными стадами скота, имел много воинов, благодаря которым стал весьма влиятельным человеком среди всех якутских родов. Судя по имеющимся данным, Якутия в тот период находилась на пороге создания единого государства, к централизации которого приложил огромные усилия Тайон Тыгин. Правда, к моменту московского вторжения на землях анголазцев Тыгин был уже в весьма преклонном возрасте. Возможно, поэтому лапотные землепроходцы, в кавычках, изначально не получили жесткого отпора. В разных версиях преданий повествуются о судьбе Тыгина по-разному. То ли он умер от старости, то ли был убит, либо умер в московской неволе. Якуты 17 века были скотоводами, специализировавшимися на разведении коров и лошадей. В холодную пору года люди жили в селениях с теплыми домами для себя и зимовниками для скота. Летом эти селения пустовали. Стада перегонялись на летние пастбища, где у людей были другие жилища. Народ Саха имел развитую металлургию, что позволяло экипировать воинов железными доспехами, кылысами, мечами с односторонней заточкой, копьями с металлическими наконечниками. Для боев на дальних подступах использовались луки, дальность боя которых превышала сотню метров. Якутские сказания сохранили воспоминания о первой встрече с зелеными человечками из московского царства. Вероятно, речь идет о группе Пенды, которая появилась из ниоткуда и исчезла в никуда. В 1629 году по следам Пенды отправилась новая группа искателей Ясака из Московии под руководством Антона Добрынского. Они дошли до рек Вилюй и Лена, а также Устьев Алдана. По пути грабили всех, кто уступал им вооружение. В историю подобные бандитские рейды вошли с нелегкой руки российских историков под названием «Привидение под государеву руку и сбор Ясака». Но, как известно, российские слова созданы для сокрытия смысла. Впрочем, якуты, эвены, долгани, юкагиры встречали колонизаторов отнюдь не с букетами северных цветов, а тем более не награждали оккупантов собольими сороками. Экспедиция Добрынского предоставила больше письменных отчетов, нежели столь необходимой царю московскому мягкой рухляди – мехов ценных видов пушных животных. Но жажда обогащения толкала алчных московитов к новым завоеваниям. Грабеж коренных народов Севера, Ясак, становится одним из основных источников наполнения московской казны. Поэтому в 1631 году последовала новая завоевательная экспедиция во главе с атаманом енисейских казаков Иваном Галкиным. Он привел в подданство государю московскому пятерых князцов туземных – Сергу, Буруху и Жила, Семена, Нагуя. Ограбив их, обьясачив, Галкин спустился по лени до реки Алдан. Здесь он показал местному населению все прелести русского мира. Мужчин истребили, а жен и детей их в полон взяли. В то же самое время другой землепроходец Петр Бекетов действовал не менее жестко. Подавив сопротивление местных жителей, он сооружает Ленский острог. Застигнув врасплох якутских людей, он рапортует о добровольном присоединении земель 31 князца в Центральной Якутии. Весомым аргументом для «добровольного» подчинения стало сожжение Бекетовым нескольких якутских селений с уничтожением около 90 человек. Стоит сказать, что истязать московиты умели. Вспомним историю некоторых расхожих российских выражений, порожденных мастерами пыточного дела. Подлинная правда – признания, полученные после допроса с применением длинника, то есть кнута. Таким кнутом заплечных дел мастер перебивал истязаемому хребет – позвоночник – за 3-5 ударов. Подноготная правда – признание, полученное в результате загона игл под ногти жертвы. Многие современные люди видели и даже любят фильм «Москва слезам не верит». Но не все знают, что это часть поговорки. И полностью эта поговорка звучала так. «Москва слезам не верит, она кровушки жаждет». Плательщиками Ясака становились мужчины от 16 лет и старше. Размер выплаты – одна соболья шкурка с двух коров, находившихся во владении поставленного на счетчик инородца. Припомним, что охота на соболя требует особого охотничьего мастерства. И даже самый опытный охотник не в состоянии добыть за сезон более 5-6 шкурок животного. Учитывая факт, что якуты были не охотниками, а скотоводами, можно представить, насколько тягостным было для них царское иго. Неудивительно, что очнувшись от первого шока, вызванного наглостью высокодуховных скрипоносцев, якуты поднялись на борьбу с угнетателями. Уже в 1631 году якуты взяли в осаду Острог Добрынского. Где-то в устье Вилюя точное местоположение неизвестно. Захватчики бежали в расстроенных чувствах, ибо Ясака выжить не сумели. В 1632 году борцы за свободу Якутии, возглавляемые сыновьями Тыгина, собрав отряд из тысячи всадников, отбили награбленный Ясак у ракетиров из группировки Ивашки Галкина. Спасаясь от справедливого гнева, Галкин с подельниками заперся в Ленском Остроге, откуда Петр Бекетов с прихвостнями уже бежал, сверкая пятками. Осада колонизаторов продолжалась два месяца. В Остроге начался голод. Казалось, победа близка. Но в якутском лагере начались распри. Пришлось снять осаду и отступить. Отступить, но не прекратить борьбу. Собрав новые отряды бойцов, до 600 человек, от Курай и Бозек, сыновья Тыгина, вместе с вождями Артуем, Камыком и Ултеем в 1636 году снова осадили Ленский Острог. И вновь лучшим вооруженным захватчикам удалось не только устоять, но и контратаковать повстанцев. Следует учесть, что племя барагонцев во главе с Лигеем не не поддержала освободительное движение, но и сотрудничала с поработителями. После подавления восстания на несколько лет воцарилось затишье. Противоборствующие стороны готовились к новым схваткам. В 1641 году в Якутский острог из Тобольска прибывает подкрепление для оккупантов – 400 головорезов при 7 пушках и 10 пищалях. В конце февраля 1642 года на борьбу с колонизаторами поднимается большинство якутских родов. Им удается в сжатые сроки очистить свою землю от рэкетирских группировок, которые именовали себя сборщиками Ясака в казну государеву. Но не все тайоны жаждали свободы. Влиятельные Ли Гоя – улус-барагонцев и Мэмак – улус-намцев не поддержали восставших. Благодаря этому новому воеводе Петру Головину удалось подавить выступление якутов. Началась жестокая расправа с лидерами освободительной борьбы. Были казнены Бэджике, Чалай, Усун-Айюн, сыновья Тыгина и еще 20 вождей восстания. Кроме того, многих других истязали до смерти, а затем повесили на всеобщее обозрение. Грабительская политика колонизаторов вызывала возмущение даже тайонов, не поддержавших освободительную борьбу 1642 года. Уже в 1646 намский тайон Мэмак при поддержке других якутских родов уничтожил детей боярских и атамана и служилых людей, производивших ясачную перепись. Якутские отряды начали наступление на якутский острог, но по неизвестным причинам остановились в двух верстах от него и вскоре разбрелись по своим улусам. В 1654 году якуты атаковали усть-вилюйское зимовье московских служилых людей. В 1675 году тайон Ярканской волости Тимирев прогнал со своих земель сборщиков ясака. К началу 80-х годов хангаласские якуты были окончательно согнаны со своих родовых земель в долине Туймаада. Воевода Приклонский развернул на этих землях строительство города и крепости Якутск. Хангалассцы сделали последнюю попытку противодействия захватчикам. В 1682 году Тайон Дженник со своими воинами предпринял несколько неудачных попыток овладеть якутском. 27 сентября воевода Приклонский нанес восставшим сокрушительный контрудар. Якутское ополчение было разгромлено профессиональной армией московского царства. Пленные якуты подверглись жестоким пыткам и казням. Сам Дженник был ранен и попал в плен. В Якутске был убит в застенке. С него еще живого сняли... Впрочем, здесь я не могу провести подробности казни. Скажу лишь одно. Нацистские палачья Свенцима – это сущие дети, по сравнению с московитами, так называемыми первопроходцами Сибири. В 1684 году произошло последнее вооруженное выступление некогда свободного народа. Тайон батуллинских якутов Орюкан Сикуев разгромил отряды сборщиков Ясака и отступил вместе со своими людьми в Китай. Показательно, что якутские предания сохранили мало имен борцов за свободу. Но все якуты знают одно – главное имя – Тыгын Дархан. Этот образ стал символом национально-освободительного движения, вобрав в себя память о подвигах всех борцов за свободу – самого Тыгына, его сыновей, Дженника и многих других. Во время крушения Советского Союза Михаил Николаев, номенклатурный коммунистический чиновник, с целью повышения своей политической популярности начинает спекуляции на вековых чаяниях якутского народа о свободе и независимости. Он провозглашает курс на суверенитет республики Саха, покровительствует изданию книг о Тыгыне, даже открывает в Якутске четырехзвездочный отель Тыгын Дархан. Все это делалось Николаевым лишь с одной карьерной целью – он не стал борцом за свободу порабощенной Якутии. Николаев конвертировал мечты о независимости народа Саха в высокопоставленные должности чиновника колониальной администрации. Но политические спекуляции бывшего коммуниста, а ныне единоросса Николаева вокруг образа лидера национально-освободительного движения Тыгына свидетельствуют о том, что в якутском народе живет стремление жить полнокровной национальной жизнью в своем независимом государстве. Может быть, это стремление воплотится в жизнь, а может быть и нет. В последнем случае якутский народ обречен на исчезновение и ассимиляцию. Он станет частью русского мира, тупо верящего телевизионной пропаганде и обожествляющего очередное ничтожество, восседающее на кремлевском троне. Как бы там ни было, но выбор будущего народа Саха находится в руках потомков славных воинов легендарного Тыгына. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова